Шауатов! Доброе утро! Мы начинаем наш третий урок в понедельной главе Торы Медсара. Вчера мы говорили о доме, который покрыт царат. Интересно, что Талмуд пишет, что всего один дом был известен нам, что он покрыл в стране Израиля царат за всю историю. Но есть Медраж, который говорит, что когда мы перешли Иордан и завоевали страну Кнаан и поселились в домах Кнаанеев, бывших там, то Всевышний навел на стены домов этот царат, и нам пришлось дома разрушить. Когда мы их разрушали, то мы находили сокровища, которые Кнаанеи прятали в стенах своих домов, и так нас Всевышний наградил. Такое тоже есть Медраж. Медраж не всегда понимается в буквальном смысле, иногда его смысл нам непонятен. Такое есть Медраж. Значит, человек, который был поражен царат, он не мог жить ни в одном из трех станов сынов Израиля. Значит, он не мог жить или находиться ни в стане Исраэля, ни в стане Леви, ни в стане Шхины Божественного присутствия, где храм находится. Значит, человек, у которого плоть истекает слизью, мог находиться в стане Израэля. Он не должен был жить ни в стане в доме прокаженных. А человек, который кого-то похоронил, значит, его нечистота такая, что он имел право жить и в стане Исраэля, в стане Леви, только не мог заходить в храм. Вот так. Значит, истечение человека, если оно происходит больше двух дней из тела, если происходит, то тогда он должен после окончания этого истечения очиститься. он должен через семь дней после истечения он должен принести двух молодых голубей домашних или двух диких голубей коину и принести одного в жертву грехочистительную и другого голубя в жертву всесожжения. То есть, если мы знаем, что после очищения цараат человек должен был принести и двух баранов и огненка, только в случае, если он беден и приносит одного барана и двух голубей, то здесь очищение идет более более как бы не строгое. Вот так вот. Самое страшное получается цараат. Вот. Значит, если у нас есть признаки такой болезни, то идем тоже коину, спрашиваем и он знает, что если это один день идет, надо одно очищение два дня, другое, вот если уже три, то тогда получается самое суровое получается очищение, что это надо ждать тогда семь дней на восьмой день очиститься и идти в храм. Вот так вот. На сегодня наш урок заканчивается. Урок был дал за поднятие души моего папы Яков Беннахум моего дяди Владимира Григорь моего брата Павел Бенефим Хая Малка Бат-Йос Мир Бат-Аврагам Роза Бат-Михаэль памяти Ури Бен-Харитон Мендель Бен-Мендель за здоровье Светлана Бат-Клара Гитл Бат-Мирьям Борис Бен-Мария Анна Бат-Ривка Парина Бат-Соня Сура Лена Бат-Клара Женя Бат-Ида Анна Бат-Елена Евгения Бен-Софья Двойра Бат-Мирьям Моисей Бен-Ева Ирина Бат-Двойра Йосиф Бен-Раиса Инесса Бат-Маэль Евгения Бен-Берта Евгения Бат-Ита Искакшмон Беломотул Фира Бат-Ана Гитл Бат-Мирьям За хороший дух Арон Ария Бен-Двойра Денис Бен-Нахум Авигайл Бат-Сара Всем все самое лучшего Пусть закончится Скоро эта война До встречи На следующих уроках Субтитры подогнал «Симон»